В принципе, я гостям предпочитаю давать определение одним словом, но сегодня так не получится. Слово будет два, потому что в гостях у меня голос России. Это любимица публики и любимица критиков Дина Гарипова. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Дина, я так понимаю, что концерт 18-го числа, это ваш первый сольный в Москве, или нет? Да, это первый сольный концерт в Москве. Почему так долго? Вы так готовились долго? Да, конечно. Это такой ответственный день, ответственное мероприятие. И очень хотелось, чтобы мы были действительно готовы к этому, чтобы у нас была какая-то интересная программа, были какие-то свои музыканты, потому что все равно с живым аккомпанементом это всегда звучит намного интереснее. То есть вы будете работать с новым коллективом 18 марта? Да. Ну, уже мы с ними работаем где-то с лета 2013 года. Тогда мы начали готовить нашу программу и поехали в первый тур по городам России. Так что с ребятами мы очень подружились, мы уже сыгрались и готовы теперь работать уже в Москве с большим концертом. Кто репертуар подбирал? Вы сами занимаетесь этим или у вас есть продюсер, который определяет, на каком языке вы поете и какие песни? Это обоюдно происходит, потому что я сейчас работаю с компанией Universal, как раз после проекта. И мы стараемся выбрать то, что будет нравиться всем нам. Это как песни какие-то хорошо забытые, которые еще мои родители очень любили в своей молодости, так и новые какие-то композиции. А, например, какие вот, про какие песни вы говорите из тех, которые... Забытые, скажем уже. Это, например, песня Анны Герман. У нее очень много красивых композиций, но мы нашли одну, которая для меня лично стала новой. Я ее никогда до этого не слышала, называется она «Сумерки». Может быть, вы знаете ее, но мы решили, что именно... Напойте, может быть, я узнаю по названию. Вы можете, ну, просто, чтобы я понял, о чем речь? Могу мелодию просто, допустим. Ну да, да, да. Да, я знаю, я знаю эту вещь. У вас, кстати, и тембром вы как-то вот попадаете, потому что у нее очень специфический, на самом деле, узнаваемый голос. Мне кажется, очень сложно каверы делать именно Анны Герман. Довольно сложно. Хотя вы специалист по каверам. Я достаточно часто исполняю кавер-версии всевозможных песен. Обычно это как раз перепевки старых каких-то композиций. Здесь вам виднее, конечно, похоже или нет, но с песнями Анны Герман была, конечно, сложность. Мне показалось, да, что я слышу. Сейчас мы, секундочку, только я представлю... Котенка? Животное, которое сегодня будет. У нас такая традиция в передаче. Мы бездомных кошек пристраиваем в хорошие руки. Как ее зовут? Бусинка. Бусинка? Боже мой. Это бусинка, да. Маленькие берут обычно быстро, легко. Да, какой хороший. Вот. Маленькие обычно пользуются успехом. Ну, как в вашем случае. Вы были очень маленькая, юная. И вас сразу... Сразу вам все вот на самом деле всякие гран-при. В 9 лет, да, первый гран-при ваш был? Так, ну, у меня... Я не помню даже в каком точном возрасте. Я пить начала где-то лет в 6. И в районе 8 лет, кажется, я поехала на... Всероссийский конкурс, там стала лауреатом. Это какой конкурс? Это конкурс называется «Жар птица». Ага. Он проходит в Иваново. Это 99-й год был, нет? По-моему, да. Ага. Если я не путаю, где-то там. Ну, да, если верить им порваться на вашем сайте, то да. Да, но если 99-й, как раз мне 8 лет было, да. Ага. А вот что странно. Вы ведь на самом деле все время там побеждали. Ну, не всегда. Не всегда, да? То есть были у вас какие-то поражения? Конечно. Как и у любого человека. Расскажите про поражения. Я люблю. Это тоже закаляет характер. Поэтому я думаю, что человек должен уметь и проигрывать тоже. У меня были конкурсы всевозможные, республиканские, городские, российские, на которых мне не удавалось завоевать каких-то призовых мест. Допустим, у нас проходит в республике конкурс, который называется «Созвездие Йолдозлак». Ну, Йолдозлак – это перевод как раз слова «созвездие» на татарский язык. Так. И я в нем участвовала, ну, наверное, через год точно. И бывали годы, когда я могла завоевать там какое-то первое место, например. Бывали годы, когда я просто не проходила во второй тур. Происходило по-разному. Это тоже опыт, это тоже, наверное, какой-то повод задуматься о том, что нужно изменить. Знаете, меня вот вас как раз поражало все время, что обычно в шоу-бизнес идут люди вот с такой, как бы с верой в то, что у них получится. А у вас при очевидных данных, мне кажется, все время вот вы удивляетесь тому, что с вами произошло. Я, знаете, это когда обнаружил, на полуфинале «Голоса» я был за кулисами с Александром Борисовичем. И как раз вот вы это не можете помнить, потому что у вас был стресс и там тысячи людей. И как раз я говорил городскому, что совершенно очевидно, что Гарипа вот точно станет «Голосом России», потому что она и есть «Голос России», потому что вокруг меня все так повторяли. Вот. И я помню, что вот я вам это сказал, а ну, вы понятны, что вы были погружены совершенно в предстоящие. И что нет никакого на самом деле в вас веры в себя, как в персонаж. Вы же на самом деле, знаете, то, что, ну, как моя дочь говорит, то, что она офигительная. То есть, ведь дело не в «Голосе», не то, что вы замечательно поете, это само собой, у вас же есть персонаж. Мне кажется, вы вот этот вот момент вот этой привлекательности своей, вы как-то не учитываете. Неужели вы считаете, что вот миллион человек позвонил, за вас проголосовало, что весь этот, все эти люди, они в нюансах вокала разбираются, что они могли оценить, как вы поете, они оценили вас, Дину Гарипову, такую, какая вы есть. Ну, это сложный вопрос для меня, потому что, может быть, это зависит от воспитания моего с детства. Я привыкла быть довольно тихой, скромной. Я не думала, что когда-нибудь смогу победить в каком-то конкурсе там на такую тысячную-миллионную аудиторию. Для меня это всегда было, правда, удивлением. Я очень старалась, во мне была какая-то внутренняя вера в себя. Я пыталась перебороть страхи, найти какую-то свою дорогу, найти свой стиль в музыке, чтобы люди просто чувствовали искренность от меня. И, может быть, правда, передалась мне какая-то врожденная скромность. И я не могу поверить всегда в то, что я могу победить, я могу быть в чем-то, не знаю, выигрыше. Хорошо, Дина. Вот это вы? Да, это я. Нет, я не в том смысле, что вы изображены в фотографии. Я имею в виду вот этот образ. Вот это вы? Ну, это, скажем, импровизации на тему. С фотографом просто думали красиво, как встать. Я экспериментировала, конечно. Были разные образы в моей жизни. Но в результате вы отбираете те фотографии, которые на вашем сайте появляются. Да, это совместно происходит. Это далеко не уйдет, Юсенька, у нас. Конечно, мы смотрим, чтобы фотографии нравились мне в том числе. И у меня абсолютно разные стили были, в которых я выступала, разные образы. Я играла в сказках всевозможных, даже иногда негативных героев. Что-то вроде там, не знаю, Баба-Яги, например. Я тоже очень люблю какие-то характерные роли, где можно немножечко похулиганчить отчасти. А в Крокусе вы в чем будете выступать? Это еще пока на самом деле решающийся вопрос, потому что мне повезло в плане костюмов, платьев концертных. То, что у меня есть хорошая знакомая, которая как раз занимается платьями. И мы с ней договариваемся насчет новых вариантов. Это я даже знаю, наверное, кто. Это Ксения Рыкалина, да. Это жена моего брата. А, она жена вашего брата? Да. Булата, да? Да, ну так получилось. А, то есть получилось. Получилось очень удачно, на самом деле. Я насколько понимаю, ваш брат, у вас нет аллергии, надеюсь? Нет, у меня очень хорошее отношение к животным. Тогда пусть ходят. Я так понимаю, что ведь брат и вашим продюсером был. Ну, не сказала бы. Некоторые времена. Нет, он единственное помогает мне по каким-то документальным, например, вопросам. Если что-то нужно составить, он намного лучше меня ориентируется в всевозможных юридических моментах. И я к нему обращаюсь. А почему продюсерская история с Градским не сложилась? А мы как-то не задумывались даже об этом. У нас не было такой цели, и Александр Борисович сразу сказал, что я продюсерством не занимаюсь. Подсказать подскажу, совет, помощь какая-то. Если что-то нужно будет в дальнейшем, обращайся. А с продюсерством это не совсем. Хорошо. Если мы говорим не про конкурс «Голос», а про следующий этап. Который Евровидение? Да, про Евровидение. Где вы заняли пятое место, а могли бы, как мне кажется, по всему и первое. Если бы там Градский был, как вы считаете, был бы другой результат, если бы он с вами там... Наверное. Было бы совсем все по-другому. Было бы другое платье? Может быть, и другое платье, может быть, и другая песня. Как-то не предугадаясь, что было бы, если, но все равно в любом случае был бы другой результат. Неясно, конечно, лучше или хуже. Как? Как вы считаете, что было бы хуже? Ну, здесь, знаете, это не зависит, скорее, от человека, который помогает готовиться. Больше зависит от того, что люди выберут. Потому что это конкурс довольно субъективный. Все равно, как ни крути, это конкурс, как и Александр Борисович говорит, это конкурс симпатии некий. И неизвестно, в какой год, что может больше понравиться. Вот, и я об этом же. Там настолько все на контрастах, не угадать. Я в том же симпатии, что вот мне кажется, что вот там Дину Гарипову не совсем было видно. Что вот вы там именно как персонаж немножечко вот были поданы. Вас мало было? Ну, мне здесь разные, конечно, бывают. Я могу сказать, что вы недавно записали дуэт, расскажите. Потом мы говорим про дуэты вообще. Да, это случилось в декабре. Нам поступило такое предложение записать дуэт вместе с французским исполнителем, которого зовут Гаруф. Он играл как раз в Нотр-Дамной Пари, наверное, вы слышали. И когда они предложили, я не задумываясь, согласилась, потому что очень люблю этого артиста. Мне очень нравится то, как он поет, его тембр голоса. Он на самом деле ведь наставник по французской версии проекта «Голос». Да, он был наставником тоже, наставником был. Поэтому мы с ним и на эту тему тоже пообщались. Есть что-то общее теперь. И мы записали песню. В принципе, самая изюминка этой песни стала то, что она исполнялась на французском языке. И куплеты пел мужчина, припевы пела девушка, в данном случае я. И мы решили еще поэкспериментировать и вставили туда русскую фразу одну. Которая переводила, по сути, смысл песни. «Не бросай слова на ветер» она называется. А на пись вы можете? «Не бросай слова, не бросай слова на ветер» Примерно так. Дальше просто продолжение. Кстати, я помню, у вас же на французском была песня в финале. Да. Из репертуара «Edith Pierre». И когда с вами занимались прононсом, не вокалом, а вот именно с точки зрения французского языка, она мне потом рассказывала, что вы свою карьеру, даже в тот период, когда уже, ну, казалось бы, всем было ясно, что будет голос России, вы свою карьеру видели все-таки в журналистике на том этапе. И вот говорили, что вот вам надо закончить учебу и бла-бла-бла. В любом случае, конечно. Всегда у человека должно быть, на мой взгляд, должен быть какой-то выбор в любом случае. И какой-то кругозор свое расширение, и хорошее образование. В данном случае я для себя выбрала журналистику, мне это было интересно. Мне интересно было писать какие-то материалы, перечитывать что-то, составлять, искать. Это было по мне. И когда я училась, я учусь заочно, до сих пор, начался телепроект. Все, конечно, изменилось, но я понимала, что все равно человеку нужно образование. Образование хорошее в данном случае. Мне очень повезло с вузом, в котором я учусь в Казани. И я думаю, это не пропадет. Это все равно для меня очень хороший опыт. До сих пор? Конечно. То есть вы, оказавшись по другую сторону баррикады, не разочаровались в профессии? Неужели вас не достали журналисты, которые задают одни и те же вопросы всегда? Но это же все можно объяснить вполне. Они, естественно, будут интересовать какие-то определенные вопросы, естественно, они будут повторяться. И в этом ничего страшного-то нет. И, слава богу, мне пока встречались хорошие журналисты. Вы добрый человек просто. Ну, бывали, конечно, материалы, которые меня смешили, но я к ним отношусь больше со смехом. Ну, например, какой материал вас насмешил? Ну, там разное было. Там фантазии были на тему моей личной жизни, о которой я, в принципе, никогда особо не рассказываю, потому что не вижу смысла слишком много внимания к этому вообще уделять. И я читала многое, что я там чья-то дочка какого-нибудь нефтяного магната. Учитывая то, что у меня папа сейчас на пенсии, после того, как работал преподавателем в университете медицинском, я, конечно, приходила и со смехом говорила, поздравляю, ты нефтяной магнат, судя по всему. Ну, он просто сидя на диване говорил, здорово. Так что я много читала, мне приписывали и романы какие-то. А с кем? Ну, во время Евровидения, судя по материалам, которые выходили, я там, у меня была и с ирландцем любовь, и с бельгийцем, и со шведом. То есть, судя по ним, я такая любвеобильная. Но это было читать, правда, смешно, и тут уж человеческую фантазию не остановишь. Пусть пишут, ничего страшного я в этом не вижу. Мне же хочется, чтобы вот, это же важная очень составляющая. Я не буду спрашивать вас про личную жизнь, потому что я знаю ваши отношения. Ну, хотя бы, можете мне рассказать о своей первой любви? Вы помните, в школе у вас же была влюбленность? Или это тоже входит в разряд личной жизни? Ну, нет, ну, конечно, все влюблялись, и первая любовь даже у меня была раньше, еще в детском саду, естественно. Мы ходили на танцы вместе с мальчиком, который со мной был в детском садике. И я помню, что это было довольно мило, забавно. Мы там могли пройтись за ручку, смущались, краснели. А как мальчика звали, вы помните? Нет, не помню. Не помните, да? А как он выглядел? Ну, насколько я помню, просто обычный, симпатичный, темноволосый мальчик. Ну, все как у всех, я думаю, все влюблялись. А у вас есть типаж? Я сейчас говорю не про ваши отношения с кем-то, а есть какой-то мужской типаж? Ну, в кино вы смотрите и понимаете, что вот этот мужчина вам нравится, вот этот не нравится, или там, ну, не знаю, на улице. Это меняется, скорее, со временем, с возрастом. Да у меня нет, никогда не было такого типажа, чтобы я думала, что только такой, а никакой другой. Я просто сейчас вот ставлю себя на место зрителей, чтобы вот кто-нибудь... Кто-то начал перекрашивать. У него есть шанс, есть шанс добиться вот внимания Дины Гариповой, внимания. Просто нужно быть человеком хорошим, и все. Если я вижу, мне больше как-то качество не внешние нравится, а внутренние. То есть если я вижу... Ну, это все так говорите. Ну, в любом случае, мне кажется, на лице написано, если у человека есть свое мнение, есть свой стержень, если он знает, чего он хочет, если он как-то достойно себя ведет. Я, допустим, очень хорошо как-то реагирую на улыбку человеческую. Мне кажется, что когда человек улыбается, у него вся его натура на лице выражается. А я, кстати, когда вот про Крокус читал анонс вашего концерта, что вы будете петь на французском, итальянском, английском, ну, на родных татарском, русском, я подумал, что немецкого не хватает, и подумал, как бы Гарипова спела Рамштайн. Что вообще это было? Вы же любите рок-музыку, вы же на Шторпион сходили. Да, я люблю рок-музыку. Я даже как-то одно время пела Нирвану. Нирвану? Как это странно бы не звучало. Это можно скачать, нет в интернете? Вряд ли. Я бы хотел бы это послушать. Мы тогда просто выступали с группой, и у нас были некоторые песни. Но я сама, честно говоря, с трудом представляю, чтобы я спела Рамштайн. Мне кажется, это очень такой своеобразный стиль музыки и вообще стиль исполнения, который очень сложно повторить. Если перепеть, то только в качестве кавера в измененном варианте возможно. Да, конечно. Но так как он, конечно, не смогу. Мы же говорили, что вы мастер каверов. Просто мне кажется, что вы еще ведь четко как-то не выбрали свою музыкальную дорогу. Я скорее не могу себя просто ограничить, потому что мне настолько интересно пробовать что-то новое, что сложно сказать, что все, я буду петь только эстраду, там, допустим, только на русском и татарском языках. Все. Не могу. Мне хочется постоянно что-то попробовать новенькое, попробовать, например, что-то джазовое исполнить, или на каком-нибудь языке для меня новом, таких как французский, итальянский, например. Я, потому что их не изучала, но мне интересно уловить само звучание и вот красоту этих языков. Мне, кстати, специалист, который вот занимался песней Дед Пиаф, сказала, что у вас совершенно идеальное произношение, что вы схватываете, просто снимаете один в один, что это просто совершенно феноменальный какой-то талант, не имеющий отношения непосредственно к музыке. У вас еще вот эти способности. Вы знаете об этом таланте своем? Мне говорили, да, но это ей виднее, потому что она знает точно звучание настоящее, правильное. Вы не только на французском. Да, но я стараюсь обычно просто на слух воспринимать. Мне кажется, плюсом пошло то, что я изначально говорила на двух языках, то есть русский и татарский. У вас в семье на двух языках говорят, вообще в семье? Да, да. То есть дома мы все-таки чаще на русском общаемся, а если, например, я еду к бабушке или куда-то, то там все чаще звучит на татарском. И учитывая то, что в татарском языке есть некоторые буквы, которых нет, например, в русском, но есть во французском, и я как-то их сочетаю, и мне поэтому проще перестроить язык. Это, может быть, от слуха зависит, может быть, от того, что на двух языках тренируешься говорить. Что-то в этом, возможно, и есть. Скажите, в Крокусе будут дуэты? Да. С кем? Будет обязательно с Сергеем Волчковым, победителем этого года. Будет с Эдвардом Хачерианом, который участвовал со мной в прошлом году тоже в конкурсе. Также приедет пианист из города Казани, с которым я общаюсь, мы с ним будем татарские композиции исполнять, Даниэр Соколов его зовут, и группа «Кватро», с которым мы тоже подружились в прошлом году. Ясно. Наше время почти стекло. К сожалению, я недостаточно пропиарил нашу бусинку. Она куда-то исчезла. Я надеюсь, что под Дину Гарипову ее все равно возьмут, поскольку она пообщалась с Диной Гариповой. А, очень хорошенькая, да. У нас такая есть традиция, помимо кошки. Кошка у нас традиция номер раз, а традиция номер два – это игра в правду. Так. Как это выглядит? Здесь есть четыре фишки разных цветов и, соответственно, карточки этих же цветов. Я уже боюсь. На карточке написаны вопросы, да. Вот, вам, как журналисту, это должно быть понятно, потому что очень удобно. Есть такие вопросы, которые я задать не могу, но про личную жизнь, например. Я надеюсь, это не что-то там из математики и идеографии. Нет, нет, это в основном из личной жизни. Тогда можете ответить. Вы можете отказаться отвечать на вопрос. У вас три попытки будут. Глубые – это вопросы на подумать. Красные – это откровенные вопросы, желтые – это неудобные. Белая карточка – это свободный вопрос. Значит, я сам на свое усмотрение какую-нибудь вам карточку вытащу. Три попытки. Так. Очень интересно. Так. Ну, начинаем. Я, видимо, вытаскиваю один. Да. Один что-то. Для начала. Да, желтый, желтый. Это что? Это, да, это вот… Неудобный вопрос? Ну, на самом деле, они все не очень удобные, как мне кажется, потому что игра французская, кстати. А, даже так? Да, вытягивайте любую с желтой. Мне страшно. Читайте. Вот делали фото уточкой. Ну, это так, фейс. Вот так вот. Вот так вот. Ну, вы знаете, только если в качестве шутки. Где можно посмотреть? Да, я думаю, нигде. Потому что это было исключительно, когда мы дурачились с друзьями, и кто-то на телефон сфотографировал, и так это у кого-то на телефоне и осталось. Хотел бы я посмотреть, как Гарипов дурачится с друзьями. У вас же друзья в основном музыканты, поэтому вы, наверное, и дурачитесь как-то профильно. Да, мы коверкаем песню, играем какие-то интересные вариации. Да, 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 я про это имею в виду. Бывают. Так. Красные. Красные, красные, да. Это вот здесь могут быть вопросы весьма и весьма… Вы можете отказаться отвечать на самом деле. Эх, вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Ну, я не скажу прямо в точности, но я никогда для меня вот количество зарабатывания денег не было ключевым вопросом. И никогда бы я не стала корить кого-то за это. Ну, у вас на самом деле это ведь, мне кажется, достаточно сложный момент, потому что сейчас вы, я так понимаю, все-таки зарабатываете очень-очень хорошо. Больше, по крайней мере, чем было. Да, я думаю, что да, значительно. И просто вы, если этот параметр учитывать, вы сразу резко сужаете количество возможных партнеров, если мы про личную жизнь говорим, потому что зарабатывать столько, сколько вы человек должен. Ну, для меня это не важно. Хорошо. Последний вопрос. Так. Опять желтый? Желтый? Да. Ну, что ж. Притворяли, притворялся ли вы, ну, видимо, спящим, чтобы не уступать место в транспорте. Вот это я не могу себе представить. Я тоже. Нет, никогда такого не было. Если я вижу, что подходит человек, которому можно уступить, там, человек старшего поколения, например, или, ну, мало ли, там, беременная девушка. Я всегда уступлю, у меня никогда не было с этим проблемой. А притворяться вообще приходится иногда? Притворяться? Притворяться в чем? Спящий? Нет, в чем, в чем, в чем? Вообще шоу-бизнес считается, что это искусство притворца. Я вряд ли скажу, что я умею притворяться, потому что на мне сразу будет видно, что я говорю что-то неправдивое или как-то притворяюсь. Если притворяться, то только в шутку и с друзьями, в рамках игры какой-то, может быть. Я вам верю. Спасибо вам. Спасибо. А для себя я делаю вывод, что с правдой лучше не играть. Журналист Гарипова со мной согласится. Отпределенно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.